Рьяная защита имиджа губернатора в истории с самолётом толкнула начальника его пресс-службы Ксению Гусенцову на необдуманное оскорбление журналистов. В интервью Андрею Караулову она назвала журналистов информационного портала Читару нечистоплотными и недобросовестными. Вы не представляете, аэропорт Кадала в Чите, это больше, чем столовая в какой-то хорошей школе. Чтобы вы понимали, это читает областной центр, небольшой, недействительно, все друг друга на виду. Это даже не аэропорт Владивостока, если вы были во Владивостоке, я просто и в Владивостоке. Ни добросовестные, ни чистоплотные журналисты раздули эту историю так, что губернатор захватил самолёт и улетел, не знаю, то ли один, то ли там ещё с кем-то. Неоднократное закрытие мероприятий, встреч от средств массовой информации, игнорирование звонков и даже занесение журналистов в чёрный список непрофессионализмом Ксения не считает. С этим утверждением она категорически не согласна. Видимо, там, во Владивостоке, где аэропорты не похожи на столовые и где город выступает экономическим центром региона, а не просто областным, как ЧИТА, такие методы работы приветствуются. Эта нечистоплотность относится ко всей редакции ЧИТА.РУ. Или только к Яне Сазоновой, которая новость писала. Если нечистоплотность относится к слову ЧИТАРУшник, так вам там не стрёмно рядом с Шадриным работать вместе. Он тоже, по вашей версии, нечистоплотен. И, честно говоря, Ксения, вы кто такая, чтобы давать такие характеристики людям, которые на этой территории работают десятилетиями? Даже самые молодые наши журналисты работают на этой территории годами. Они годами доказывают свою чистоплотность, свою правдивость, верность к ключевым журналистским нормам. Недовольство по поводу высказывания представителя губернатора в медиапространстве журналисты высказали в социальных сетях. В своих постах они обращались и к самой Ксении, и к руководителю администрации губернатора. Но это начальнику пресс-службы очень не понравилось, и она решила сама позвонить и спросить, какие к ней могут быть претензии. У вас есть претензии к тому, что я там что-то там кого-то не так назвала. Вы почему-то решили, что вы можете называть журналистами журналистов недобросовестными и нечистоплотными? Конечно, если человек, взявший на себя ответственность быть журналистом, публикует непроверенную информацию, во-первых, он нарушает все нормы журналистов, во-вторых, он нарушает законодательство, закон о СМИ. Если журналист поступает непрофессионально, я бы имею полное этическое право сказать, что он поступил нехорошо. Он поступил непрофессионально. Ну вот, наверное, так и нужно было сказать. У Андрея Козлова, когда надо, он же не имеет мне руку. Когда ему не надо или ему что-то выгодно, ну, видимо, он подает где-то информацию, которую я просто не вижу. Ну, я все-таки с вами не согласна. У него есть мой сотовый телефон, у него есть мой рабочий телефон, у него есть возможность выпить со мной кофе, да. Ну, вот у Андрея, видимо, какая-то определенная позиция. Моя задача – своевременное грамотное информирование. И я всегда открыта. Иметь в виду одно, но произнести другое, понимать, что высказывание будет озвучено на широкую аудиторию, эти моменты Ксению не смутили. А пост в соцсети с отметкой ее страницы возмутили. Вот эти вот детский сад какой-то там придумал, написал, так ты обратись ко мне напрямую. Почему у вас это не принято? Смотреть друг другу в глаза, отвечать за свои слова, за свои действия. Комиссия покажет, кто был прав. Созданная губернатором комиссия призвана выяснить, кто же все-таки виноват в задержке рейса забайкальцев. Пока же журналисты предлагают встретиться и объясниться, как и хотела Ксения, глядя в глаза, но и в объектив камеры. Если она публично Караулову заявила о нашей нечистоплотности, и поскольку она публично заявила о том, что мы занимались кликбейтом во всей этой истории, я предлагаю точно так же публично Ксении ответить на вопрос, что имеется в виду под нечистоплотностью людей, за каждого из которых я отвечаю. Тамара Ванфуллій, ЗАПТВ Продолжение следует... Продолжение следует...